Так, у нас, значит, девочка, ставили ей, делали операцию на лапе, у неё начали вылазить сами по себе вот эти вот болты. Мы едем в клинику снимать пластину. Девочка молодая наша, ну-ка, посмотри на меня, сидела в вольере, вдруг вылезли. Наше упущение или чьё, не знаю, но болты не сняты. Пластина стоит. Поехали. А переноску ты взял? Давай, ошейник, поводок, да? Она сама ходит хорошо. Жутко скользко у нас сегодня, вы видите, ренька погодит, сплошной лёд. Доброго здоровья, друзья! Доброго здоровья вам и вашим питомцам! Я обращаюсь сейчас ко всем, кто сталкивался с переломанными животными и кому ставили пластины. Друзья, пластины необходимо удалять через месяц после операции. Необходимо. Почему? Основываясь на нашем опыте, пластина рано или поздно, бывает, что собака неудачно спрыгнула, и пластина выгибается, ломая лапу повторно. Кроме того, если собака уличная, сквозь тонкую шкуру собаке промерзает это железо, и собака мучается и плачет. Кроме того, когда начинается вот эта боль, собака разлизывает рану до пластины. Как случилось у нас? Ребята, мы упустили ребёнка, спутали, ребята, это наша вина. И девочка разлизала себе рану. Пластина перед вами, и нам придётся её оперировать сейчас. Приехали мы с малиной на животных, в кружку енот, стоять. Пойдём. Пойдём, 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 пойдём. Пошли, пошли. В общем, ребята, я намучилась с этими пластинами, с несколькими животными. И я заклинаю вас всех, если вы прооперировали собаку, соберитесь с силами. Не бросайте на полпути. Пластину необходимо снять с перелома, и народное тело, оно не должно оставаться. И где бы эта пластина ни стояла, её необходимо убирать. Ребята, это моё мнение, как человека, который сталкивался с этим не единожды и видел, как мучаются животные. Вам решать, как вы поступите с вашим животным. Но я прошу вас, снимайте пластины. Не обрекайте животное на боль в будущем. Потому что иногда мы пристраиваем животных, и эта пластина может вывалиться и в семье, и в любом месте. Понимаете? Она может прорвать шкуру и причинить боль животному. Поэтому, отдавая животное и оперируя животное, пожалуйста, смотрите за тем, чтобы всё с них было снято. Пластину можно снимать, всё тут срослось. Вот здесь, в районе как раз два дентика снизу открыты, да? Да, да, да. Два. Стой, 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 пожалуйста. Там, когда бывает, иногда большие чистые лакуны, такие, вот в этом месте. Бальзам-спасатель смазывает. Угу. На 10-12 сутки после операции шоточки нужно будет снять. Ну, это в этом месте и сами снимете стану. Ну, конечно. Антибиотик, кабактан, ветеринарный, 2,5 мл раз в день. А, цитракцона и что-то? Не, нельзя забыть? Таблетка, цитракцона слишком усиливает. А, этот самый? Цепролит. Цепролит, да. Напишу. Угу. Ладно, покажи, я всё. Пойдём, каменет ещё, пойдём, 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 пойдём. Пойдём, пойдём, не бойся. Не бойся. Ну, всё, мы вышли из клиники. Немножко ещё гомотозим, да? Лапу покажи. Вот так. Шубчик у нас такой. Пойдём. Ещё воротник, скажи, тут огромный какой-то у нас, да? Ну, ничего, ничего. Пошли, пошли, пошли. Не путай с этой воротники. И потом, скажи, воротник налепили. Всё. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Добра вам, люди! И дай Бог никогда не столкнуться с той проблемой, с которой столкнулась сейчас я. Мне очень жаль мою девочку, и это моя ошибка, моя вина. Я просто прошу вас, друзья, будьте осторожны. Всем вам добра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok